Эти свидетелями необыкновенного чуда, которое словно радуга заиграет множествами ярких цветов и безумно красивыми красками. Здесь, в этом райском уголке, соединятся две души в одну. Сольются два любящих сердца, и этот праздник станет самым главным и самым прекрасным в их жизни. И для этого, конечно же, нужно поприветствовать самых почетных свидетелей. Под ваши аплодисменты встречаем свидетелей! Громче, громче, громче аплодисменты! Вячеслав и Ирина! Громче, громче, громче аплодисменты! Вот так! Каждая девочка с самого детства мечтает о прекрасном принце. Высоком, красивом, сильном, смелом, добром, нежном, ласковом. А то, кто однажды повстречается у нее на пути, возьмет ее крепко за руку и поведет по жизни к великому счастью. Он такой, он настоящий, он не просто половина судьбы, он мужчина, который добился своего счастья. Тот, кто непременно сделает ее самой счастливой на свете. И самое время пригласить виновника сегодняшнего события. Самого настоящего мужчину с большой буквы. Встречаем аплодисментами жениха Вадима! Ваши овации! Это он! Наш жених! Вадим! Громче, аплодисменты! Сегодня она удивительна и по-особенному хороша. Он никогда еще не видел ее такой. Он никогда еще с таким нетерпением не ждал ее появления. А она, она наверняка всю ночь не спала, ожидая этого момента. И думала вновь и вновь, как шаг за шагом по этой дорожке, она будет идти к самому главному, к самому прекрасному мужчине. Вадим, 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 можно минуточку внимать? А помнишь ли это ваше первое свидание? Нет, не кофе. В твоей душе появилось еще неведомое тебе чувство, правда? Ну, может быть. Ты таял от ее взгляда. Тебе хотелось видеть ее снова и снова, обнимать ее хрупкий стан, целовать нежные губы. Именно в тот момент ты понял, что готов на все ради этой девушки, с которой можно будет создать семью, и с которой можно будет целеустремленно идти вперед и только вперед. Она — твоя сказочная мечта, приносящая радость богиня, твоя обаятельная красавица, твоя Настенька. Вадим, я знаю, тебя сейчас переполняют неописуемые чувства, правда? Конечно, да, нет. Я не стану томить тебя в ожидании. Я приглашу Настеньку к тебе. И попрошу вас всех, друзья, встать, чтобы поприветствовать самую счастливую, самую прекрасную избранницу Вадима — Анастасию! В сопровождении своего отца. Ваши аплодисменты! Громче, громче, громче аплодисменты! Теперь возьми свою невесту за руку. Возьми свою невесту за руку. Посмотрите друг другу в глаза. Сейчас вы осознаёте, насколько вы друг за другом соскучились и насколько вы друг другу нужны. Вас связывает очень сильная нить, нить под названием «Любовь». Вам сложно описать то, что вы сейчас чувствуете, но озвучить ваши мысли сможет всегда сама Любовь. История любви Вадима и Настеньки очень энергична. Она насыщена множествами ярких моментов, особой энергичностью и, конечно же, сказочно красивыми чувствами. Это случилось в школе на выпускном Настеньке в 2008 году. Вадим учился в параллельном классе сестры-невесты Анечки. Настоящий мужчина, харизматичный, уверенный в себе Вадим, увидел безумно красивую Настеньку. Она была такая уверенная в себе, такая яркая, такая импульсивная, что Вадим без замедления подумал, это сногсшибательная девушка, именно та, о которой он мечтал. Они познакомились, и Вадим начал всячески показывать Насте свои чувства. Ребята начали дружить. Вадим стал ее избранником. Шло время, и они понимали, что давно уже не являются просто друзьями. Стрела Купидона поразила их сердце. И в сердцах Вадима и Насти появилось еще неведомое чувство, чувство под названием «Любовь на всю жизнь». Они так полюбили друг друга, что уже ни на миг не хотели расставаться друг с другом. Они прекрасная пара. Он настоящий и мужественный. Она искренняя и любящая. Они созданы друг для друга. И в один прекрасный день Вадим встал на колено, достал кольцо и сказал, сказал, как он ее любит и добавил «Стань моей женой!» Ваши аплодисменты! Шок, волнение, трепет. И, конечно же, она ответила «Да!» Но что она могла ответить человеку, которого давно уже любила всей душой и всем сердцем? Как порой не просто найти себя в этой жизни, но еще сложнее встретить свою любовь. Суметь разглядеть среди тысячи и тысячи лиц те глаза, которые заставят вас остановиться, затаить дыхание, учащенно забиться в ваше сердце и понять, понять, что это ваша любовь. Любовь, которая делает тебя по-настоящему счастливым. И поэтому мы точно знаем, что герои этой удивительной истории счастливые люди просто потому, что они любят. Вот такая вот история, может быть, для кого-то простая, но она удивительная, светлая, наполненная счастьем и любовью. И сегодня, стоя в этой свадебной арке, они вновь пережили эти прекрасные мгновения. Исполняю высокое поручение как представитель Небесного Министерства по созданию семьи. Прошу вас ответить. Хорошо ли вы обдумали решение о вступлении в брак? Хочу также напомнить, что создание семьи — это серьезный шаг. И теперь вы будете единым целым. Я обращаюсь к вам, Вадим. Прошу вас ответить. Готовы ли вы всю жизнь быть с этой прекрасной девушкой, разделять с ней часы счастья и минуты горя, быть настоящим защитником в вашей семье и прекрасным папой ваших детей? Готовы ли вы, будучи вдалеке от дома, согревать соскучившуюся по вам жену силой вашей огромной любви? И является ли ваше желание добровольным и осознанным взять жены Анастасию? Ваши аплодисменты у нас первая «Да!» Анастасия, готовы ли вы разделить всю свою жизнь, свято хранить вашу любовь и домашний очаг, быть верной супругой и лучшим другом вашего спутника жизни? И является ли ваше желание добровольным и осознанным взять в мужья Вадима? Да. Ваши аплодисменты у нас два «Да!» В народе говорят на свадебный рушник ступить, благословение с неба получить. И я прошу свидетелей расцелить свадебный рушник перед нашими женихом и невестой. А теперь, дорогие мои, ступайте на ваш рушник и возносите свое счастье к небесам. Давайте на раз, два, три! Раз, два, три! Вместе! Ваши аплодисменты! С вашего шага на рушник начинается ваша семейная жизнь. Ну а символом вашей бесконечной любви будут обручальные кольца. И я прошу вынести обручальные кольца, чтобы Вадим и Анастасия могли в знак своей верности и единства обменяться ими. Вадим и Анастасия Вадим и Анастасия Анастасия